Россия тратит в несколько раз больше на военные нужды. Как минимум в несколько раз больше. Это был шестой признак фашизма. Идиот. Слушайте, ну, знаете, вот... Возразить нечего, да? Переходите на личность. Куда тут возражать? Бог с вами и с вашими тараканами. Вы, правда, настолько тупые. Объясните мне, в чем я тупой. Я с удовольствием послушаю. Давайте. Очаков ТВ представляет Что такое? Слушай. Что вас насмешило? Да, предыдущий собеседник. Что он вам такое сказал? Что вы на него обиделись, что ли, или что? Да правда, что? Я в чат рулетки буду обижаться. Не смешите меня. А чем он вас рассмешил? Ну, сказал, что... Он мне и под левую, и под правую. Ладно, это... А скажите, вот... Вы украинец? Да. Вот я уже... Ну, уже перейти чат, сижу в чат рулетки. И ни разу не слышу дым. Кто не слышали? Кому-то там слава. Никто уже не выходит так вот что-то. Украина. Это хорошо или плохо? Я не совсем понял. Да я вот тоже, знаете, теряюсь. Я не знаю, что... Я все не понимаю, о чем вы говорите. Еще месяц назад, как не зайдешь, все орали. Слава Украине! Слава Украине! Тут вообще тишина. Ну, может быть, потому что сейчас украинцы все спят, 4 утра почти, как вы думаете? Вообще не вопрос. Ну, вот видите, вот или вам простой ответ. Сейчас же спят люди. Вы почему не спите? Я сегодня на поездке. Вы в каком городе живете? Архангельск. А, вы в Архангельске. У вас уже утро. Нет, у меня у нас ночь. А, подождите, Архангельск. Я вечно Архангельск путаю с Иркутском, конечно. Да, да. В Архангельске... В Архангельске у вас московское время или на час раньше? Московское, да? Да. Потому что для меня, что Архангельск, что Иркутск, два таких занюханных, подмышкиных, то одинаково для меня звучит. Ну, Архангельск, наверное, даже еще похуже, честно говоря. Нет, шесть часовых поездов вам подмышки, наверное. Правду говорят, что Архангельск такой отстойный город вообще? Ну, если честно, ну, это провинция, да. Провинция. А почему вы живете в этой провинции, если он такой отстойный? Почему у вас в этой провинции? Слушайте, провинция, вы же сказали не в плане, что это просто там небольшой город, а в плане того, что он зачуханный, замызганный весь. Ну, у меня вот правда... Мне сегодня задали вопрос, я сижу тут сейчас рулевку, мне сказали, нафига вам три телевизора? Я говорю, у меня нет три телевизора. Он говорит, зачем? Украинцы даже не поняли, что это вытяжка. Вы думаете, если бы у вас было, например, даже три телевизора, или если бы у вас есть вытяжка, то Архангельск перестанет быть отстойным местом? Слушайте, я предоставляю право людям жить, как они хотят. Да, я с вами согласен. Ладно, бог с ним. У меня к вам вопрос есть такой по существу. Вот в этой самой, в Чечне назначили министром культуры 22-летнюю дочь Кадырова. Ее зовут Айшат. Как вы думаете, является ли она на самом деле гениальным таким ребенком, который в 22 года может стать министром? Или это Кадыров по блату ее засунул туда? Слушайте, у меня такая разница, что она там. Нет, как вы думаете? Я понимаю, что вам нет разницы. И власти до вас нет разницы. Власть от вас вытирает ноги, а вы при этом облизываете пятку, успеваете. Я же не об этом сейчас. Как вы думаете, это по блату Кадыров ее засунул, или она такая гениальная? Я не знаю, я не знаком. Что вы не знаете? Ну, как вы думаете? Там никакая разница. Почему я об этом не знаю? Разница такая, что Чечня – это Россия, вы знаете. Вот такая разница. И что там вдруг становится 22-летняя дочка главы этого региона России, становится министром. Вас это никак не смущает вообще? Вы считаете это правильно? Меня от слова совсем не смущает. Ну, то есть вы считаете это нормально, да? Я не считаю это нормально, ненормально. У меня вообще нет об этом мнения. Я почему-то... А вы можете его сейчас сложить? Вот прямо сейчас сложить, исходя из моей информации, которую я вам преподнес? Мнение можете сложить? Зачем? Ну, как зачем? Ну, вот интересно просто, насколько вам наплевать на свою собственную страну. Мужчина, вас как звать? Владимир. Владимир. Очень приятно. Мне Илья. Владимир, вы представляете территорию России? Да, огромная территория. Одна восьмая часть суши земли. Я вот в своем понимании как-то должна уложить вот это вот, да? Нет, это к территории не имеет отношения никакого. Подождите. А когда у вас, вы же рветесь в Евросоюз, и Сула фон дер Ляйц, у нее образование гинеколог, вас ничего не смущает? Сула? Вас не смутило, что у Сула фон дер Ляйц первое образование гинеколога? Второе? Второе образование она не получила. А почему вы говорите первое тогда? Ну, давайте за слова цепляться. Хорошо, ладно, не будем. А кем она работает? На какой должности можно узнать у вас? У Сула фон дер Ляйц? Да. Глава Евросоюза? У нее должность глава Евросоюза? А какая у нее должность? Вы даже не знаете, кто это, да? Да. Ну, нахера мне это Ляйц? Мне. Зачем же вы говорите ерунду, если вы даже не понимаете, о чем вы говорите? Да, правда, что? Вы не знаете, кто является главой Евросоюза? Просветите меня так в чем? Ну, а зачем? Зачем? Я же не пришел сюда вас просвещать. А? Я пришел с вами поговорить об отношениях между Россией и Украиной или о делах внутри России, потому что я сам по рождению россиянин. Я родился в России. У меня секрет где? В Новосибирске. А как вы думаете, это законно, что дочь Кадырова в 22 года становится министром культуры? Слушайте, давайте возьмем тогда Азербайджан. Нет, нет, мы берем Украину, Россию. А чем? А причем тут Азербайджан? Азербайджан тоже диктаторская страна абсолютно. Разве я сказал, что Азербайджан демократическая страна? Единственное, что хорошее и реально в Азербайджане, то, что они поддерживают в большинстве своем Украину в войне против фашизма российского. Вот за это азербайджанцам спасибо. А так, Азербайджан, это абсолютно диктаторская страна. Российский фашизм. Российский фашизм, конечно. Да, да, да. Как вы относитесь к такому словосочетанию? Вы считаете оно правомерное или нет? Нет. А почему вы считаете, что оно неправомерное? Если я вам покажу сейчас признаки фашизма, и они все до единого описывают как раз Россию. Покажите. Давайте я вам могу перечислить основные признаки, и вы мне скажете, какой из них не соответствует. Несменяемость власти. Слушайте, вы это Солдоска Аравии расскажите. Давайте я закончу свою мысль. Значит, признаки фашизма, признаки фашизма, это после, да, там, 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 там же, там, там диктат, да, практически. Ну и что, страны плохо живут? Это, во-первых, они живут очень хорошо, потому что их диктаторы делят хоть частично, а может в большей части нефть между жителями страны, а ваш диктатор забирает все себе, а в вас вытирает ноги. Так вот, фашизм, признаки фашизма по совокупности. Значит, первое, смотрите, несменяемость власти. Так? Разобрали. Убрали сразу. Нет, нет, по совокупности, когда все признаки сходятся. Как это? У вас же несменяемость власти. У вас же царь пришел, он же 22 года у власти. Нет. Соответствует это России? Соответствует. Следующий признак, следующий признак. Нет, это уже не... Первый признак мы сразу отмели, это не фашизм. Подождите, я говорю, фашизм определяется по совокупности признаков. Нет. Первый признак мы сразу... Этот признак соответствует России? У вас есть несменяемость власти? Нет. Вот. Значит, первый признак подходит. Не подходит. Еще когда, еще, например, пять подойдут, еще пять подойдут, значит, это будет чисто фашистская страна. Дальше, второе. Отсутствие политических свобод, то есть свободы слова нет. А почему же у вас человека не то, что с плакатиком нет войны, а с чистым листком бумаги забирают в участок? Как вы думаете, почему? Вы откуда это взяли, а? Вы откуда это... Вам показать это сейчас? Покажите. Будьте любезны. Элементарно, я с готов. Я же вам сейчас все покажу. Это все очень просто делается. Намного проще, чем вам кажется. Сейчас я вам покажу, как у вас на чистый листок бумаги забирают в полицию. В городе Новосибирск. В центре города. Редактор субтитров А. ладно хорошо видите сейчас все увидите конечно парень идет на рожон пустой бумажкой паспорт показал свой паспорт говорят что вы незаконный на каком основании а дальше смотрите что с ним происходит все забрали парня вот вам и ваши политические свободы будете спорить будете доказывать что у нас есть политические свободы продолжайте это смешно вам сейчас было да мне тоже смешно когда вас работ за чистый листок бумаги просто забирают участок сразу и дальше продолжайте вот политический свобод у вас нету несменяемость власти у вас есть дальше 3 3 значит агрессивно агрессивное отношение по отношению к другим стран то есть военное нападение на другие страны есть на лицо следующее следующее ревизионизм политический ревизионизм вы знаете что такое ревизионизм ревизионизм понятно может мне нет смысла с вами разговаривать реваншизм вы не знаете что такое политический реваншизм это уже было шестой я только что вам сказал давайте по пальцам первое я вам сказал несменяемость власти есть отсутствие политических свобод есть третье агрессивное отношение к соседям соседним странам четвертое политический ревизионизм пятое политический реваншин так вот сейчас шестое это смешно я понимаю смешно смешно да смешно это превалирование или несоразмеримые траты на вооружение несоизмеримые со своим бюджетом по россия 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 тратит то есть в среднем страны например ну так среднем образно говоря тратят примерно там 10 процентов на на свои министерства обороны там и так далее россия тратит в несколько раз больше на военные нужды как минимум в несколько раз больше это был шестой признак фашизма идиот слушайте ну знаете вот возродить нечего да переходите на личность куда тут разрешать бог с вами и с вашими тараканами вы 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 правда настолько тупые объясните мне в чем я тупой я с удовольствием послушаю давайте ну давайте объясните мне ревашизм в чем в чем заключается что я тупой объясните мне пожалуйста ревашизм в россии в чем ревашизм вы даже слова не знаете как правильно произнести ой все и слилась но этого и следовало ожидать это и следовало ожидать так вот что такое ревашизм ревашизм это когда человек в данном случае государства берет реванш то есть там где она где-то что-то упустила до того она пытается забрать когда для этого есть возможность и забрать естественно вплоть до того что силой что россия сейчас и делает пытается делать что она сделала как качестве реванша да она оккупировала крым она оккупировала часть донбасса это и есть последствия так называемого политического реваншизма это я просто этой женщине вдогонку объясняю вот потому что таких много женщин смотрит меня много смотрит женщин из россии причем которые зачастую являются вот такими же орчиками как выдавлены из себя смех потом идиот и убегание вот вот и вот и весь диалог все и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»